То, что мы сейчас рассмотрели, называется алгоритм обратного распространения ошибки, или по-английски chain rule, правило цепочки. Еще раз обращу внимание на то, что для того, чтобы иметь возможность посчитать производную loss-функции по любому параметру, у нас loss-функция должна быть дифференцируема, и также должны быть дифференцируемы все операции, которые мы используем в графе вычисления. Но это не единственное требование в том случае, если мы хотим обучить некоторый граф вычисления по его параметрам. Еще необходимое условие заключается в том, что производная loss-функции по выходам нейронной сети должна иметь некоторые ненулевые значения на достаточно большом множестве точек. Кроме того, операции, которые используются в графе вычисления, также должны иметь ненулевые производные на достаточно большом множестве точек. Это необходимо для того, чтобы, когда мы посчитали производную, мы смогли осуществить градиентный спуск. Для градиентного спуска нам нужен ненулевой градиент, то есть мы должны знать, в какую сторону дальше нам настраивать веса. Понимание обратного распространения ошибки очень важно для того, чтобы дальше проходить наш курс и вообще для того, чтобы заниматься глубоким обучением. Убедитесь в том, что вы понимаете, как происходит обратное распространение ошибки, как производится расчет, производный по всем параметрам графа вычисления. Именно поэтому нам не подходит пороговая функция активации. Пороговая функция активации, несмотря на то, что дифференцируема в большинстве точек, то есть во всех точках с исключением нуля, ее производная во всех точках, где она дифференцируема, равна нулю. Это нам не подходит. Мы хотим знать ненулевые производные для того, чтобы иметь возможность делать градиентный спуск. Именно поэтому мы не используем в качестве лосс-функции точность, а в качестве функции активации пороговую функцию активации. Вместо этого мы используем в качестве лосс-функции, то есть функции потерь, средний квадрат ошибки, а в качестве функции активации нужно использовать какую-то другую функцию. Например, сигмоинную функцию активации или тангенс гиперболический, Или какие-то функции активации, которые имеют ненулевые значения производной на достаточно большом множестве значений. Мы такие функции будем рассматривать в будущем. Одна из таких функций Relu. Ну и там можно придумать еще много различных функций активации, которые будут хорошо достаточно работать.